Друзья, приветствуем вас в нашем новом проекте. Я Виктория Никитинашин. Я Юлия Белоусова. Хотим ответить на те вопросы, которые касаются взаимоотношений. Они приходят к нам на телеканал. И я как пастор уже больше 20 лет часто встречаюсь с теми сложными вопросами, которые имеют особенно женщины. Поэтому мы сегодня все вместе попытаемся ответить на эти вопросы. Измена супруга. Оба супруга верующие. Муж со временем отошел от Бога. В семье начались измены. Жена пытается сохранить семью. Дети стали заложниками ситуации. Стоит ли терпеть измены мужа? В каких ситуациях крайняя мера развод? Как справиться с болью? Верным ли решением будет обратиться за помощью психологу-душепопечителю? Понятно, что такая ситуация, она ставит много вопросов. И что есть решение? И как справиться с этим? Поэтому хочу дать тебе слово. Да, ну что, я хочу сказать, что брак – это танец. И сегодня мы танцуем вальс, завтра мы танцуем танго. А вот сегодня у нас ту степь, в которую пошел муж. И если мы не понимаем и не строим правильный диалог, или здоровые взаимоотношения в семье, если я не понимаю, чем живет мой муж, то со временем тот же не вопрос, что он уходит из церкви. Вопрос в том, что ваши отношения начинают быть более холодными. Или ты перестаешь его понимать и не прикладываешь усилий даже к тому, чтобы помочь. Не прикладываешь усилий, чтобы вывести человека на диалог, поспрашивая, позадавать правильный вопрос. Очень важно задавать правильный вопрос. Не почему ты такой, там, сякой, да? А вопрос должен быть правильный. А что с тобой происходит? Ну, что… Как ты мыслишь, да, нашу жизнь дальше? А что ты думаешь вообще обо мне, или там о наших детях, или о наших отношениях? И мне кажется, в этом вот самое главное усилие-то нужно прилагать. А то, что мы сегодня называем «изменой», там, и этой темой сейчас слово «развод» прозвучало, это говорит о том, что это уже запущенная ситуация, механизм уже включен, и, собственно говоря, разрыв уже произошел, где-то внутри семьи раскол. Я не думаю, что мужчина всю жизнь мечтает жениться, и вот мечтает прямо вот загулять. Изменять. Я вот, понимаете, я вот таких мужчин не знаю, которые с детства мечтали бы, там, знаете, разрушить свою семью и причинить боль. Я думаю, что тут весь вопрос в том, чтобы женщина сама, она… Ну, конечно, я сейчас не оставляю вот тему силы молитвы, силы консультирования, чтения слова и книг, это все нужно делать в комплексе. Но просто мне кажется, что есть ситуации, которые еще можно сохранить, семью еще можно сохранить. Измену можно простить, потому что любовь покрывает множество грехов. В Библии написано, что, конечно, это повод к разводу, но это ведь не обязательно делать. Вот это как раз слово, которое не обязательно исполнять. Вы еще можете сохранить семью, и ни в коем случае не надо настраивать детей, ни в коем случае не надо рассказывать, что папа там отступник, там он делает такие вещи. Нужно хранить психику детей, нужно хранить свою психику. Но мне кажется, центральным в этом вопросе является боль. Потому что, знаете, что делает развод? Это как стрела дьявола, который ударяет вашу душу, и у вас появляется неправильное мнение о себе. Это именно ложь, в которую вы начинаете верить. Я некрасивая, я никому не нужная, я, как всегда, моя мама еще говорила, что у тебя скверный характер. Вот в это не надо верить. Надо верить, что я дочь Божья, и что бы со мной ни происходило, мои благословения не закончатся. Бог все равно ищет пути и способы сейчас, как бы принести это благо в мою жизнь. Поэтому вы вот свою тождественность в этой ситуации не теряйте. И, конечно, молитесь, благословляйте, и все равно покрывайте любви вашего мужа. Глядишь, он и опомнится. Да, да, спасибо большое. Вот в каких ситуациях развод – это крайняя мера. Вот здесь вот я хотела бы прокомментировать. Спасибо, Юля, за то, что ты еще раз обратила внимание, насколько важен диалог. Диалог с мужем, постараться выяснять эти ситуации, потому что я, ну, как бы из мира, просто мы даже знаем, известные люди жили, скажем, соглашаясь, принимая образ жизни супруга, например, если он там прям артист-артист-артист, такой там вот, как Аркадий Райкин, например. Супруга его принимала полностью, хотя он был интересен многим женщинам, которые вешались на него прям до глубоких лет. Это как вариант, например, который иллюстрирует то, что не всегда это повод к разводу, например, если глубинные вопросы решены и даже не разрешены, но во всяком случае освещены, что муж, он все так же ценит своих детей, он так же их обеспечивает, обеспечивает свою супругу. Вот с этой стороны он ее защитил, для того, что защита может быть абсолютно разная. Если муж избивает жену, если муж избивает физически детей, есть угроза их жизни, их здоровью, в любом случае происходит вот это насилие. Я считаю, что, безусловно, это повод к разъезду. В первую очередь еще может быть ни разрыв, ни развод, но жизнь жены и детей, или бывают обратные случаи, женщина очень агрессивна по отношению к мужу, тоже не обязательно терпеть это все, нужно разъезжаться, нужно в присутствии авторитетных людей решать этот вопрос. Есть также мнение, которое я хотела озвучить, что если, например, муж не заботится о своей семье, и жена, например, у нее, она беременна, у нее маленький грудной ребенок на руках, она не в состоянии работать, муж не обеспечивает семью, на самом деле здесь важно, чтобы у этой женщины была поддержка, и это тоже повод для нее все-таки разъехаться и не быть с ним. Например, вот эти две крайних ситуации я бы обозначила. Можно как вариант первой ситуации, физическое насилие, сказать о серьезном психологическом насилии, когда личность человека растаптывается, когда унижают человека, обзывают, когда его достоинство смешивается с пылью, и я считаю, что такие ситуации тоже недопустимы, и как первый вариант, чтобы человек обдумал заново ситуацию, нужно не разводиться, но разъезжаться. Если ситуация невосстановима, значит таким человеком просто опасно жить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова